И сделали ее сами. Получается, это очень бюджетная ширма. Да, она стоила 4,5 тысячи. Та шерп, синтезатор и все, вот это вот обставлялось именно методом проб и ошибок. Создается впечатление, что это терраска с такой калиточкой. Сделали эту тумбочку. Сами вот эту круглую? Да, вот эту круглую. Я здесь посадила вереск, майоран и розмарин. Вечером очень красиво падают блики разноцветные. Это супернадежная штука и практичная для качелей, для всего. И здесь вот у меня тайничок. Тут хранится тоже бытовая химия, там туалетная бумага, швабра. Они идеально помещаются сюда. Всем привет! С вами Оля Качанова. И сегодня мы снова пойдем смотреть, как живут другие. Я нахожусь в однокомнатной квартире, сделанной в стиле Боха. Этот стиль я просто обожаю. И я с огромным удовольствием сейчас вам буду все рассказывать и показывать. Идем смотреть. Привет, Ален. Привет. Спасибо большое, ребят, что впустили меня. Расскажи, где мы находимся и кто здесь живет. Мы находимся в съемной квартире, 38 метров квадратных. Здесь живу я и мой муж. Так, мы решили поменять спикера. Кирилл, расскажи, пожалуйста, как давно вы сюда заехали? Мы заехали примерно год назад. Где-то в конце декабря. Прям почти под Новый год. Так получилось, что когда мы сюда приехали, здесь вообще почти ничего не было. Мы полностью все закупали с нуля. И весь интерьер, который здесь есть, постарались сделать так, чтобы он полностью отражал наш характер, наше видение. Алена продумывала буквально вот каждый уголок. И там, помню, вначале мы буквально лежали в углу на матрасе, на полу. И думали, где будем ставить там шкаф, где будем ставить стол, стул. Все это вот как бы вначале было на этапе проекта. И вот теперь, наконец-то, мы реализовали это все до конца. Поэтому вот очень. Сколько денег у вас ушло? Где-то 200-250 тысяч все стоило вместе, да. Слушайте, ну получилось очень круто. И понятно, что сегодняшний ролик будет во многом про декор. Пойдемте смотреть, откуда что. А, и сразу первое, на что я хочу обратить внимание, это очень крутое решение с зонированием. Да, во-первых, по поводу зонирования мы попытались совместить гостиную и спальню. Сделать так, чтобы, если даже кто-то, например, отдыхает здесь, мы могли спокойно там спать, например, поставить ширму. То есть она функциональная, да? Абсолютно, да. Мы ее вытаскиваем, она, более того, и звук довольно хорошо изолирует. То есть мы можем полностью изолироваться от лишних посторонних звуков и так далее. Также здесь получается как раз мой офис, здесь я работаю, и как бы этот стол как раз является тоже дополнительной точкой для изоляции гостиной зоны. И как я понимаю, здесь довольно легко все переставить, если к вам пришли гости. Да, да, здесь сразу, во-первых, у нас есть несколько сценариев, как это все перепланировать. То есть если много гостей, мы сдвигаем диван ближе к шкафу, достаем подушки. Вот, мы решили никакие стулья, там, табуретки не закупать, потому что подушки гораздо прикольнее и удобнее. Вот, купили, даже не купили, мы сделали эту тумбочку. Саня, вот эту круглую? Да, вот эту круглую. Вау. Это полностью тоже была с интернета взята идея, но изначально должна была быть обувница. Но мы поняли, что она слишком гигантская, и как столик для игр настольных, для даже там какие-то салатики поставить напитки, это прям идеал. И мы как раз вокруг нее рассаживаем гостей, вот, смотрим, включаем там телевизор, какую-нибудь музыку на фон, и у нас здесь несколько еще вариантов освещения. То есть мы тоже постарались сделать так, чтобы можно было, если что, какой-то лаунж сделать, или просто вот, да, или спальная такая легкая подсветка, или просто вот дневное освещение. Очень мне нравится декор. Откуда все? Откуда ширма? Я знаю, что это проблема найти хорошую. Очень долго искали ширму. Те, которые мне нравились, стоили от 50 тысяч. И в итоге мы купили в Леруа вот эти стены, и специальные петли для ширмы, соответственно, вот что получилось. И сделали ее сами, получается, это очень бюджетная ширма. Да, она стоила 4,5 тысяч. Нереально просто. А ловцы снов ты сама сделала? Нет, это я заказала на Алиэкспресс. Ага, ссылку дашь? Конечно. Отлично. Я вижу, у вас специальное освещение для цветов. Прям работает? Да, очень хотелось больше цветов в зоне спальни. Но так как достаточно темно за счет того, что балкон еще больше изолирует помещение, то пришла идея досветить, чтобы они все-таки здесь себя комфортно чувствовали. А кто придумал идею со шляпами и вообще этими тарелками? Пинтерест? Нет. Когда мы переехали, у нас совсем не было места для хранения, и я привезла свои шляпки, не знала, кто их деть. Мы поехали с Кириллом в Икею, увидели там эти салфетки для стола, и вот как-то родилась эта идея. А еще у тебя очень много классного текстиля. Это меня тоже интересует, потому что всегда сложно найти хороший. Это мне подарил Кирюша за день рождения, я не знаю, откуда он. Из республики. Это все Икея, я думаю, очень хорошо узнается. А ковер на стене? А, ковер. Мы тоже очень долго подбирали. Мы хотели такую какую-то марокканскую тему. Я купила его в Румере. Магазин называется Тотаскапец. Привет, друзья! С 15 ноября стартует Черная пятница в магазинах Sunlight. Скидки до 80%. Самая большая распродажа года. А еще впереди скоро много классных праздников, поэтому можно и нужно купить подарки прямо сейчас для того, чтобы сэкономить свой бюджет. Кстати, в этом видео я разыграю для вас сертификат на 20 тысяч рублей на украшение Sunlight. Поэтому принимайте активное участие в конкурсе и выполняйте все условия. Я о себе любимой уже позаботилась. Скидки в Sunlight меня давно манили, поэтому я прикупила себе подвеску в комплект к кольцу, которую подарила мне бабушка на 30 лет, подвеска с жемчужиной, новая нежная цепочка и очень классные современные сережки-столбики, о которых я давно мечтала. Вообще выбор просто огромный, и чтобы часами не стоять в магазине, есть удобное приложение Sunlight, в котором собраны изделия более чем 60 российских и зарубежных производителей. В мобильном приложении Sunlight есть абсолютно все. Женские украшения, помолвочные и обручальные кольца, мужские и детские украшения, часы, сувениры и столовая посуда. Все в одном приложении. Можно выбрать похожие, если это вам не подходит, или сравнить цены. Можно выбрать все размеры. Можно выбрать магазин, в котором на карте показано, где есть это кольцо. Чтобы посмотреть все скидки на украшения Sunlight, скачивайте приложение и получите роскошную подвеску в подарок. А чтобы победить в конкурсе, выполняйте все условия и пишите артикул того украшения, которое бы вы хотели получить в подарок. Делайте репосты этого видео, пишите ниже в комментарии артикул и, конечно, подписывайтесь на мой канал. Так, ну идем дальше. И я так предполагаю, раз ты уже один раз назвала Али, то подвеска тоже оттуда? Конечно. Само кашпо я купила здесь. А вот эту вот конструкцию, да, на Алиэкспресс. Мне еще нравятся у вас очень интересные корзины. И здесь в углу так функционально. Да, там хранятся немногочисленные пластинки, которые мы пока что еще не купили. Так, а где, да, сам проигрыватель? Продемонстрировать. Вот здесь вот включается. Мы провели проводку за шкафом вдоль стены и вывели вон там. То есть у нас там сабвуфер и колонки стоят. Ага. У вас вообще, кстати, не видно проводов, при том, что ремонт был сделан до вас, да, и вы все организовали. Очень круто. Хочется высказать благодарность хозяину этой квартиры, у которой мы ее снимаем, потому что он предусмотрел визитки везде. Круто, понятно. Он, да, а как айтишник профессиональный, он понял, что розеток мало не бывает. И действительно, они есть и за шкафом, и везде, где вообще хочется что-то включить. Единственное исключение было, это балкон. Мы чуть позже, да, наверное, туда перейдем. Там вообще ничего изначально не было, и ходить там было невозможно. Поэтому балкон мы сделали тоже полностью с нуля, отштукатурили, покрасили и положили длинолю. Ну, пока мы не добрались до балкона, я хочу поговорить вот про эту зону. И диванчик, это же тоже из Икеа, да? Диванчик, наверное, из Икеа. Кстати, это единственное, что было именно в этой комнате от, может быть, прежних хозяев. Они не стали его забирать. И, ну, мы сначала думали, что стоит поменять на какой-то угловой, может быть, поставить его здесь. Но он так прижился, что прям как плитой стал, в общем. Класс. Так, еще у вас очень много цветов. Конечно же, вы знаете Urban Jungle. Да. Ну, Алена наверняка знает. Твои цветы, да? Класс. Все ставьте лайк, кто любит цветочки. Для того, чтобы организовать вот такую симпатичную зону, тут чувствуется, что все продумано, да? Какой-нибудь совет по тому, что у вас круто выглядит все. Ну, получалось все относительно спонтанно, потому что сначала мы купили, как бы, вот этот вот стеллажик маленький с телевизором. Телевизор вообще достался от родителей. И постепенно начали вокруг уже вот этой зоны обстраивать что-то вокруг. Например, пальму изначально хотели сделать в том углу. Поставили туда, она казалась слишком гигантской, нельзя было пройти. Поставили сюда, о, идеально. Также потихонечку та шерп, синтезатор и все вот это вот обставлялась именно методом проб и ошибок. То есть методом даже исключения, наоборот. И получился такой очень уютный уголок. Где у вас хранятся всякие вещи, типа там пылесос? Все за собой, да. В шкафу пришел. Здесь вот хозяйственный уголочек такой. Да. В котором как раз там матрасик для друзей. А откуда шкаф? Шкаф это стокман. И весь шкаф стоил 10 тысяч рублей. Отлично. На балконе точно такой же, только двухсекционный. И он стоил 3 тысячи рублей. Так, что у тебя есть тут еще? Тут хранится верхняя одежда и обувка. Ой, как интересно, откуда эти коробки? Леруа тоже мне очень-очень понравились. И они, то, что я тебе говорила, что все каким-то загадочным образом подходит по размеру. Они идеально помещаются сюда. Очень аккуратно. А где вы сушите вещи? У нас есть для этого очень большая киевская сушилка. Это, ну, наверняка многие ее видели, знают. Она спасает, наверное, нас в 99% случаев. Потому что у нас очень маленькая стиральная машинка. И все равно в ней за раз много не постираешь. Как бы никогда не бывает такого, чтобы этой сушилки не хватало. Вот, мы ее просто выставляем вот здесь, вдоль этой комнаты. И она исполняет свои задачи. На ура! Откуда вот эта милота? Я тоже себе такую хочу. Да, это из Хоффа. Мы нашли в Хоффе. Есть еще аналог с пивными крышками. Но мы не любители так часто пить пиво. А с вином другое дело. Постепенно копится. Плюс сами пробки гораздо, на мой взгляд, более эстетичные. И вот так вот каждая бутылка у нас остается в памяти. Все покупки в этой квартире были очень спонтанными. Мы просто ходили там в магазин, что-то увидели. Такие, а, кажется, это будет хорошо смотреться вот в том-то углу. Да-да-да, давай возьмем. Алло, ну слушай, стиль Боха довольно редкий. Мало у кого встречаю. Кто принял это решение? Глядя на тебя близко, я спрашиваю. Я думаю, что это было обоюдное решение. Нам очень комфортно в этом стиле жить. Он очень хорошо отражает. Наше чувство прекрасного, да, очень хорошо отражает. Потому что мы путешественники, походники. И очень любим привозить сувениры из других стран. Из наших путешествий, чтобы они напоминали нам о том, что там происходило. Чтобы было пережито, да. Да, чтобы было пережито. В общем, на мой взгляд, этот стиль очень круто совмещает и какие-то этнические мотивы. Нет излишней педантичности. То есть ты действительно в этом дизайне удобно жить. И он действительно такой имеет легкую небрежность и народность. Это вот нас подкупает. При этом он имеет такой и немножко скандинавский стиль здесь есть. И немножко вот какого-то... И немножко инстаграммный. Инстаграммный, да. Я бы сказала, не немножко. Да-да-да, есть такой момент. Идемте посмотрим балкон. Давайте, да. Кто у вас играет на инструменте? На самом деле мы вместе с Аленой учимся только. То есть единственное, что мы можем показать, это начало богемской рапсодии. Покажи, продемонстрируй. Есть. Черт. Та-дам. И вот из второго. Так, идем дальше. А я миллион алых роз могу начать играть, но это не то. Здесь мы сделали такой вот крючок, чтобы не могла кошка зайти на балкон, если мы этого не хотим. То есть у нее туда как раз голова не помещается. Как это опытным путем вы достигли. Да-да. Особенно тоже создается впечатление, что это терраска с такой калиточкой. Хотел создать такой вот момент, что ты выходишь не на балкон, а как будто на террасу. И это относится к раскаленненной мечте про частный дом. Идем смотреть. Слушайте, ну балкон у вас просто гигантский. Был грех его не использовать. Очень красиво. Тоже просто покрасили в белый и добавили декора. Да, добавили. Здесь на самом деле изначально не было ничего. Был бетонный пол, ужасные какие-то розовые стены, непонятно в чем. И самое главное, здесь была огромная щель между полом и стенкой. Вот здесь вот просто можно было руку просунуть. Да. То есть мы здесь полностью все заштукатурили, замалевали, покрасили в белый, поставили шкафы, покрасили рамы, ошлифовали от старого лака. Получилось очень уютно тоже. Очень уютно. Мне нравится вот эта инсталляция с цветами. Искусственная, да? Нет, это не искусственная. Живые цветы? Живые цветы, да. Композиция цветочков. Я просто давно мечтаю о частном доме. И пока не получается воплотить это в реальность. Поэтому садоводство для меня ограничивается маленькими контейнерами, балконами. Я здесь посадила вереск, майоран и розмарин. Но... А, еще овес. Но они, короче, не очень хорошо себя тут чувствуют, к сожалению. Потому что этот балкон летом очень сильно нагревается. И растения просто засыхают. Как бы я не старалась их прикрыть от солнца или проветрить тут. Какое интересное решение с зеркалом. Это еще добавляет зелени сразу же. Да, да. Я просто думала о том, что с обратной стороны тоже очень красиво. Нужно это тоже показать. Поняла. Откуда у вас жалюзи? Был не так давно здесь в Золотом Вавилоне. Была Касторама. Это был наш вообще спасательный круг. Потому что во время ремонта все, чего нам не хватало. Иногда буквально там десятки хватало с морезов. Вот. И можно было сходить спокойно в Кастораму и докупить все. Мы там покупали и краску, и жалюзи. В принципе, очень много вещей оттуда. Но, к сожалению, она закрылась. Так что больше мы туда не ходим. Слушайте, ну как круто и уютно висит это кресло. Я, наверное, должна была с самого начала его показать. Да, это как раз... Очень красиво. Такое место для и раздумий, и попить здесь что-нибудь очень приятно. Как раз сначально не хватало полочки. Думали, что надо что-то сделать. Вот решили еще полочку здесь докрутить. А картина белая осознанна? Нет, просто мы еще не успели. Алена, ну, так же умеет писать картины. Поэтому, в принципе, натянула подрамник. Но осталось только что-то туда добавить, нанести. Ален, а вообще чем ты занимаешься? У тебя просто и цветы, и картины. Расскажи себе пару слов. Цветы – это мое хобби. Я рисую с самого детства. Пошла в художественную школу еще до того, как пошла в школу. Так. Работаю я дизайнером интерьера-архитектором. Ночью светится, да? Да, конечно. Красота. Тут вообще очень уютно. А откуда лампы? Это Leroy. Они подключаются к розетке, соответственно, не нужно привязываться никакому электровыводу. Сюда мы поставили вот такие лампочки. Вечером очень красиво падают блики разноцветные. Да. А там просто обычное освещение в том светильнике. И тоже добавляет уюта, если ты из кухни, например. Да. А что вот это такое? Вот, вот это. Это вот включение светильника. Сенсорная панель. Сенсорная панель, да. И я смотрю, что во многих местах вы использовали вот это крепление. То же, как оно называется, где его взять, потому что выглядит вполне симпатично. Оно было в комплекте со светильником. В принципе, они продаются и отдельно тоже. В любом магазине, где вы можете купить светильник, можно какие найти. Я не помню, как они называются. А еще насчет гамака. Каждый может вот так себе взять и подвесить его. Или там есть какие-то ограничения вот для этих крюков. Я тоже домой себе в детскую хочу такой гамак. Его можно без проблем повесить. Плиты перекрытия рассчитаны на нагрузки. Соответственно, нужно просто выбрать правильный анкер на необходимое количество килограмм. И в этом случае можно повесить в любую комнату. В любом месте, в любом месте, да. То есть там потолок насквозь все равно не проткнешь. И как бы они, когда погружаешь их в потолок, имеют распорку. И назад уже не вытащишь, только можно срезать чем-нибудь. И все. То есть поэтому это супернадежная штука и практичная для качелей, для всего. Откуда текстиль? Это мы привезли из Бали. Угу. Плед. Да. Шкурка из хофа и подушки. Вот эту подушку на облочку я заказала на Алиэкспресс. Она должна была быть совсем другого качества. Она должна была быть такой же. Уже такая, какая и есть. Как вот на этой подушке. Плотный материал. Она какая-то холщовая, не знаю, непонятная вообще. Так, в общем, идем дальше. Мы добрались до входной группы. Это коридор. Тоже очень уютненький, светленький. Скажи пару слов. Ну, если вкратце, например, какие-то вещи, опять же, были уже изначально в квартире, когда мы объехали. Это вот эта вот подставка для обуви. Здесь у нас зонирование. Есть здесь обувь, например. Здесь у нас тапочки. Все для того, чтобы чистить одежду. И здесь у нас все для кисы. Это вообще самая важная часть. Да, и, кстати, очень удобно. Ее туалет спрятался. Да, туалет долго выбирали. Думали, какие лотки использовать. В итоге купили лоток открытый и засунули в лоток закрытый. Получилась идеальная комбинация. И такой вот коврик, чтобы она стряхивала все, что оттуда выходит. Как бы все здесь застревает. Это и в квартире чисто. Ключницу купили. Алена очень любит велосипеды, поэтому это было тему. Где вы ее купили? Она классная. Она ее купила, по-моему, в Икее. Честно говоря, не помню. Рама, по-моему, в Лавхофе куплена. Соответственно, мы тоже тут добавили таких фотографий, чтобы максимально отразить срез основных событий в жизни. И вот эти вот рамы вокруг придумала тоже Алена. Она решила, что это будет прикольно смотреться. Такое какое-то... То есть это две разных покупки? Да, абсолютно. Это вообще она сама бы резала этот пенопласт. И она сама бы резала ножичком, закрашивала, склеивала. Круто. То есть эта рама тоже ручная работа. Да, опять же, Ален, как это называется? Ну, самое главное... Макрамер. Макрамер, точно. Где взяла? Тоже Алиэкспресс. Ты должна нам просто массу ссылок. Обязательно. Ален, мы добрали для санузла. Да, он очень маленький, но тоже любимый. Я, конечно же, знаю, что когда квартира съемная, с санузлом особо ничего не поделаешь. То есть его состояние как бы такое, какое есть. Но даже здесь ты умудрилась поддержать стиль квартиры и найти такие полотенца с кисточками. Они очень классные. Это очень, да, мне тоже. Они очень нравятся. А здесь я везде заменила герметик и сделала все очень аккуратно. Соответственно, сразу более эстетичный, приятный вид, опрятный. Вот тут поставили этажерку из Икея. И здесь вот у меня тайничок. Тут хранится тоже бытовая химия. Там туалетная бумага, швабра, зубные щетки новые. И тут же доступ к коммуникациям. Да, да, вот здесь находится щиток. Круто. Слушай, первый раз такое вижу. А сама полочку внутри поставила? Да, я сделала из остатков ламината. Класс. Все взяли сейчас на заметку об однушках. И еще хочу спросить про корзины. Я просто знаю, что они обычно дорогие в магазинах. Но раз у тебя столько находок, может и она тоже не очень дорогая. Ну, так как у нас рядом находится кастерама, я следила за скидками. И я как раз успела приобрести со скидкой. А ароматы для дома тоже откуда? Да, это я тоже купила в Леруа. Ну, очень приятный запах яблочного пирога. Тут полочка для хранения. Подобрали также светильники в цвет шторки. Смотрится очень ярко, мне нравится контрастно. И то, что всегда закрыто здесь, ну, совсем другой вид приобретает. Вместо обычной ванны получается так немножечко стильно. Меньше цветов, больше сочетаний, и сразу уже совсем другой вид. Ребят, спасибо большое, что впустили меня. Было очень круто. Мне кажется, столько лайфхаков, такой уют у вас дома. Поделитесь, как его создать. Совет от вас. Прислушивайтесь к себе и, создавая свой интерьер, вдумчиво анализируйте, что нужно именно вам. Не то, что вы увидели у кого-то и хотели повторить, а то, как вы хотите видеть жилье, в котором вы будете счастливы. Красиво. Не закрепощайтесь в понимании, что дизайн это обязательно должно быть. Что-то очень дорогое, что это невозможно организовать за какие-то бюджетные деньги. На самом деле, если есть желание, если есть именно понимание того, как ты хотел бы, чтобы выглядела квартира, можно буквально за копейки сделать иногда такое, что всем будет радовать и будут приходить и говорить, вот это здорово, а где ты это купила? Я не знаю местечко. Или сам сделал. Круто. Живешь, в какую бы сторону ни посмотрел, везде красиво, все приятно. Радует тебя. Само главное, чтобы радовало хозяина. Спасибо. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. Задавайте свои вопросы ниже, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Внизу под этим видео я оставлю контакты Алены. Вы можете обратиться к ней за дизайном квартиры, если вам понравился этот стиль или хотите какой-то другой. На этом все. Увидимся в других роликах. До скорых встреч. Пока-пока.